К нашему эфиру присоединяется директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, экспорт оружия и оборонный комплекс Украины, Валерий Рябых. Валерий, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый день, студия. Добрый день, уважаемые зрители. Валерий, начало 2024 года. Года, где огромные надежды возлагаются, в частности, на беспилотные системы. Насколько, по вашим собственным наблюдениям, вашей оценке, Украина уже продвинулась в вопросе пополнения запасов беспилотников, производства собственных, получения от западных партнеров? И насколько эти беспилотники уже меняют ситуацию на поле боя? Ну, тут как раз вот эта война показала, что главное здесь не наличие большой массы устаревших вооружений, тех, которые применялись во Второй мировой войне, как те же танки, бронетехника. А тут главное технологическое преимущество. И, конечно же, одним из решающих факторов, который может сейчас влиять и влияет на поле боя, это наличие большого количества современных средств, которые позволяют, во-первых, получить их короткое время, во-вторых, позволяют уничтожать уверенно с применением, скажем, малого ресурса такие дорогостоящие вещи, как те же танки, бронетехника, ну и другие средства. И вот к таким как раз можно отнести беспилотники различных типов. И это очень показательно, когда тот же FPV-дрон стоимостью от 200 до 1000 долларов за единицу может уничтожать танк, который стоит несколько миллионов долларов. Ну, пусть даже если для гарантированного уничтожения этого танка понадобится таких дронов с десяток, это все равно математика не в пользу применения вот этих старых средств. Еще более революционные изменения мы увидели на морском театре. И здесь очень показательным является то, что страна, которая не имеет собственного флота, смогла себе сейчас обеспечить возможность проведения хозяйственной деятельности. в ранее оккупированной части Черного моря и сделать все для того, чтобы противник, имея достаточно серьезный флот, был вынужден ретироваться подали из зоны воздействия тех же беспилотных средств. Тут нужно отметить, что как тех же морских беспилотников, так и, конечно же, беспилотных летательных аппаратов, которые также сыграли очень важную роль в одержании промежуточной победы на Черном море и практически распространения сейчас украинского контроля на северо-западную часть Черного моря. Да, в любом случае Украина получает интересную новую линейку вооружений. И, впрочем, вообще в этой войне России против Украины, я думаю, многие страны для себя сделали определенные выводы, в чем могут принимать участие дроны, где невозможно без живой силы проводить боевые действия. От Пентагона мы должны в ближайшее время получить интересную линейку бомб GLSDB, так называемые планирующие бомбы, которые раскрываются в воздухе. Если я не ошибаюсь, то там даже используются двигатели реактивные от Boeing, насколько я читал. Расскажите, пожалуйста, Валерий, где они могут применяться, как они могут поменять конфигурацию сил на линии фронта. Вроде на 150 километров летят, если не изменяет память. Будьте добры, ваше мнение об этих бомбах. Мы сейчас говорим о таком средстве, как Ground Launch Small Diameter Bomb, и это буквально переводится, запускаемый из земли, бомбы малого диаметра. Надо сказать, что сами бомбы, Small Diameter Bomb, это бомбы GBU-39, которые были разработаны еще в начале этого тысячелетия и предназначались для оснащения современных авиационных систем пятого поколения, таких как самолеты F-25. Именно малый диаметр бомб должен был обеспечить их транспортирование внутри фюзеляжа самолета, что существенно уменьшает заметность этого самолета, ну и, соответственно, повышает его возможности быть именно самолетом-невидимкой. Ну, а кроме прочего, эти Small Diameter Bomb, они должны были обеспечить возможность подлета, вернее, запуска этих планирующих бомб с территорий, на которые еще не распространяются действия средств противовоздушной обороны противника. И, конечно же, вот эти бомбы, они изначально разрабатывались для того, чтобы быть маленькими, высокоточными, ну и неся небольшой заряд, там заряд по взрывчатому веществу составляет всего 17 килограмм, но достаточно разрушительными. Потому что, ну, даже вот эта маленькая бомба при попадании в защищенную цель, ну, там по разным оценкам может пробивать слой железобетона от 90 сантиметров до метра восьмидесяти. И это очень серьезный показатель. Ну и, конечно же, способствует уничтожению таких целей противника именно высокая точность, потому что эти бомбы, ну, буквально попадают там в круг радиусом 90 сантиметров. Летя при этом, ну, вот если в авиационном исполнении, до 110 километров. Таких бомб было заказано... Валерий, прошу прощения, я вас уточню. Вот есть просто информация, что предыдущая версия была на 110 километров, как вы говорите, но с реактивным двигателем, который, собственно, в GLSDB присутствует, 150 километров обещают. Ну, для нас это существенная разница, согласитесь. Все-таки какие нам поставят? Ну, смотрите, мы пока говорили об авиационной бомбе, которых в распоряжении Пентагона было много. Там порядка 25 тысяч было заказано. И вот само GLSDB, это уже о другом. Это когда вот подобную бомбу решили скрестить двигателем М-26, который также ракет этих ракет М-26, которые изготавливались для таких систем, как МЛРС М-270 и Хаймерс в кассетном исполнении, их также там несколько десятков тысяч на складах Пентагона. И Пентагон отказался от идеи использования, потому что там связано с рисками, скажем, для нанесения сопутствующего ущерба, что не практикуется. И приставки там на эти высокоточные средства сейчас отказываются. Реально тогда скрещивается вот этот двигатель от М-26 и эта бомба. Получается новое средство, которое запускается с земли. Оно может запускаться как с специальных контейнеров, которые могут быть расположены как на подвижных платформах, так стационарно, так и на морских даже платформах. Но кроме того, немаловажно, допустим, в кассетных специальных контейнерах оно может запускаться из традиционных систем. Хаймерс, тоже М-270, и даже говорят, что с зенитно-ракетных систем производства Южной Кореи Чумхо. Так что это очень интересное средство. Тут интересно для нас, как дальность поражения, это 150 километров, это существенно расширяет наши возможности по пресечению логистики противника, уничтожению важных целей. На вот эту глубину. Ну и, конечно же, тут очень интересные они в связи с тем, что эти бомбы, если они летят по прямой, то на 150 километров, но возможно использование, когда эти бомбы выстреливаются в сторону противника и далее начинают маневрировать до того, что они могут лететь в обратном направлении и таким образом подлетают к защищенным объектам с той стороны, где противник не ожидает и, соответственно, не имеет действенности защиты. И это позволяет также, используя соответствующую тактику, в том числе и нанесение ударов на один и тот же объект, с разных сторон неуверенно прорывать оборону противника. Валерий, скажите, пожалуйста, кому напрячься? Черноморский флот Российской Федерации, не знаю, Крымский мост, достаем ли мы, не достаем? Вот объясните про объект. Ну, поверите, наверняка ведь не случайно вы упомянули то, что подобные снаряды способны пробивать от 90 до 180 сантиметров железобетона. Ну, тут нужно сказать, что, в принципе, вот эти, скажем так, снаряды, которые малой мощности, они могут использоваться для нарушения временного пути и логистики, в том числе и нанесения ударов по мостам. Ну, конечно же, если их использовать там комплексно, то они могли бы в первую очередь быть действенными для прорыва противовоздушной обороны, уничтожения сопутствующих средств защиты подобных объектов, ну и потом обеспечение уже возможностей для работы более мощных средств, как баллистические ракеты различных типов или ракеты класса воздух-земля, как, допустим, те же Storm Shadow, Skype, ну и так в перспективе не исключают Аурус. Но, что касается радиуса, мы получаем больше радиус, но, конечно же, пока вот это средство не позволяет наносить непосредственные удары по тому же Крымскому, Керченскому мофту. Ну, это на данном этапе конфигурации линии столкновения. Но, скажем так, на данном этапе это средство позволяет уже составлять угрозу глубоким тылам противника, уничтожая объекты, вот как уже мы упоминали, до 150 километров, а это существенно больше. И напомним, какая была у противника неприятная ситуация, когда мы получили те же системы «Хаймерс» и «М-270», когда российским террористам пришлось перебазировать и отводить свои основные пункты поставки на расстояние свыше, чем 86-90 километров за эти пределы, чтобы обезопасить их от ударов, в частности, нашими реактивными системами залпового огня «Хаймерс». Сейчас же, даже если противник, скажем так, будет вынужден переводить подобные объекты на расстояние свыше, чем 150 километров, это ничуть не улучшит его положение, потому что, скажем, вот такое дальнейшее отодвигание основных баз поставок, оно все же в любом случае скажется на оперативности и на объемах поставок, которые смогут оккупанты обеспечивать своим оккупационным войскам на территории Украины. И это, в конечном счете, также скажется на их боеспособности, потому что, ну, это уже 150 километров, это критически далеко, но и обеспечить своевременные поставки и все необходимое с такого расстояния – это, ну, практически невыполнимая задача, что в перспективе может обернуться как раз и решением для противника отрицательного отступления. И здесь, ну, в первую очередь, может речь идти как раз о полной зоне нашего контроля, вот этой прибрежной зоны на юге Украины, ну, и неминуемого ретирования оккупационных войск сначала на территорию Крыма, а потом из территории Крыма куда далее. Завершающий факт, позвольте просто об этих бомбах, мне кажется, еще важно упомянуть, что они очень дешевые по сравнению с теми же Атакамс, которые стоят сотни тысяч долларов, а эти, ну, по крайней мере, из информации, которую дают военные эксперты, стоят около 40 тысяч долларов. Соответственно, их количество может быть намного-намного больше, что для нас логично, очень важно. Спасибо. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, экспорт оружия и оборонный комплекс Украины, присоединялся к нашему эфиру. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Субтитры создавал DimaTorzok